Всем привет! Сегодня не совсем форматный выпуск, который мы обычно делаем. Ведь сегодня речь пойдет не о создании, а об уничтожении граффити в Москве. Многие из вас, наверное, слышали, что мэрия Москвы запретила размещать рекламу в виде граффити по всему городу. На первый взгляд ничего страшного в этом нет, ведь реклама действительно не добавляет красоты городу. Но как мы все знаем, в нашей стране не все проходит так, как нам хочется. И под громкими и красивыми речами часто скрывается ложка дегтя, о которой и пойдет речь в этом ролике. Но обо всем по порядку. Еще в апреле 2018 года с предложением запретить коммерческое граффити выступал департамент СМИ и рекламы города Москвы. Тогда предлагалось удалить рекламные изображения перед чемпионатом мира по футболу. Но утверждение всех правил затянулось на целый год, так как они затрагивают несколько сфер, среди которых рынок рекламы, ЖКХ и городская архитектура. Ведь такая реклама, по мнению мэрии, наносит вред архитектурному облику города. И по прошествию года урожай был окончательно собран в виде полного запрета на размещение рекламы в виде граффити. А вдогонку был разработан целый свод правил, разрешающих граффити на фасадах нашей столицы. Всех рекламодателей обязали убрать уже существующие изображения в течение двух недель. Оставшиеся обещали закрасить за счет городского бюджета. Всего в Москве сейчас насчитывается около 100 рекламных граффити. Документ разработан департаментом ЖКХ по городу Москвы. И это первый в своем роде регламент размещения граффити в нашей столице. По новым правилам нанесения граффити в Москве, любой дизайн проекта рисунка должен быть согласован в семи ведомствах, в том числе Мосгорархитектуре и Префектуре. После создания работы ее еще проверит приемная комиссия. Плюс ко всему, рисовать граффити в городе разрешили только с апреля по ноябрь месяц и в строго оговоренный срок, устанавливаемый для каждой работы властями в отдельности. Согласно принятым правилам нанесения граффити, их сюжеты могут быть связаны с популяризацией выдающихся личностей, исторических событий, науки, спорта и искусства, но без какой-либо коммерческой составляющей. В разрешенных граффити не может быть призывов к жестокости, нецензурной лексике, элементов порнографического характера, изображений сигарет, наркотиков и взрывчатки. Также под запретом оскорбления по национальному, гендерному или профессиональному признакам и сюжеты, подрывающие доверие несовершеннолетних к родителям, либо показывающие детей в опасных ситуациях. Ведь такая реклама, по мнению мэрии, наносит вред архитектурному облику города. И вроде бы все хорошо, реклама действительно не добавляет красоты городу Москвы. Но в нашей стране, как говорится, не все так просто. И под шум протеста рекламы коммунальщики вдруг начали закрашивать и те работы, которые не подходят ни под один из запрещенных критериев, и никогда не являлись рекламным проектом. Теперь о поличном искусстве. С фасадов домов в центре Москвы исчезают знаковые граффити. В ближайшее время закрасить смогут еще две сотни рисунков, и местные жители и урбанисты возмущаются. Но коммунальщики объясняют, что по новым правилам такое творчество попросту незаконно, пока его не согласуют в семье инстанций. Проблема в том, что завершение разбирательств никто ждать не собирается. Яна Гордиенко продолжит тему. В музее под открытым небом еще минус один шедевр. На этот раз на Рождественке закрасили граффити австралийского художника под названием «Послание». Москвичи в соцсетях гадают, чем коммунальщиков не устроила картина, которая появилась здесь пять лет назад. Столько же продержался и образ Константина Станиславского на Бауманской. Теперь на месте изображения культового режиссера – голая стена. Да, красиво же было. Закрашивать граффити – это вандализм. Как такую красоту можно закрашивать? Несмотря на то, что по новым правилам граффити известных людей, сделавших вклад, например, в искусство, закрашивать не должны, от серой краски они явно не застрахованы. Что уж говорить о других работах. Например, закрасили сюрреалистический пейзаж на улице Гелеровского. Кстати, работа продержалась семь лет. Расставание с красочным лесом местные жители переносят тяжело. По новым правилам, даже те граффити, которые не попадают под запретный список, вероятнее всего покроют краской. А все потому, что их правильность не отстояли, точнее, не согласовали. Сразу же в семи инстанциях. Вот такие дела творятся в столице. Создали новый регламент, а на то, что под его правила попадут уже сотни созданных проектов и без нарушений, просто-напросто забили, как это любят в нашей стране. И решили, что проще сравнять все под ноль, чтобы не тратить драгоценное время на комиссии и никому не нужны рассмотрения. Документа нет, нет и граффити. Документов на данное изображение нет. Вопросом его приведения в соответствии с новым порядком никто не занимался. Поэтому проводятся плановые работы в рамках обновления фасадов центра столицы. Такие порядки возмущают даже самих художников, привыкших к нелегальному творчеству и постоянным запретам. Считаю, что это ужасно. И это, конечно, требует остановки. Поэтому СМИ рад, что сейчас будут эту тему поддерживать. Потому что, ну, иначе никак. Урбанисты такой конвейерной ликвидации неправильных граффити тоже не понимают и требуют индивидуального подхода. В целом, если мы говорим о рекламе, то это вполне нормальный и логичный шаг мэрии. Но то, что они в открытую говорят о том, что мы не хотим разбираться с тем, что уже нарисовано, так как на эти проекты нет новых согласованных документов и будем заливать все серой краской, дабы проще все обнулить, чем разбираться и согласовывать все заново. Это просто крайняя наглость и настоящий плевок в сторону всего творческого сообщества. Лично я сам не понимаю еще одного интересного факта, что именно стрит-арт, как редкое явление в нашей стране, сейчас наконец-то начал налаживаться и развиваться. Создали грандиозный проект Воденцова при согласовании с самим Путиным. Сделали еще крутой атриум. Открываются официальные граффити-галереи в Москве и Петербурге. Потихоньку начинается развитие этого явления и набирается популярность как арт-столица в стране. Неужели мэрия не понимает, что это привлекает и туристов, и в целом является настоящим ростом современного искусства в стране? Оглядываясь на европейский и западный размах этой культуры, нетрудно догадаться о просто бешеном потенциале как в финансовом, так и в туристическом плане. Дайте этой культуре воздуха, дайте людям возможность развиваться, и это окупится сполна. Вспомним одну только выставку Бэнкси в ЦДХ, на которую сбежались тысячи зрителей, а это как-никак показатель интереса к данному направлению. Хотя и с самим Бэнкси поступили, что называется, по-русски. Просто-напросто не согласовали и не уведомили самого художника об этом событии, прикрываясь тем, что все картины были взяты из личных коллекций и не являются собственностью художника, а значит, никаких согласований и не требуется. Напомню, что та выставка проходила под громким лозунгом «Бэнкси – гений он или вандал?» И на мой взгляд, ответ тут очевиден – кто здесь гений, а кто настоящий безнравственный вандал. Современное искусство украшает многие города всех ведущих стран мира и развивается полным ходом, поощряя художников титулами и наградами национального масштаба. По какой причине в нашей стране запрещают всемирно признанное направление искусства? Кому это выгодно и кто стоит за всем этим идиотизмом, по-прежнему остается загадкой. Хотя тоталитарное сознание еще глубоко и крепко сидит в умах большинства управленцев и тех самых регламентеров, которые, судя по всему, ни хрена не понимают в искусстве и своими действиями прямо заявляют о том, что в этом нет абсолютно никакого смысла. В ближайшее время могут избавиться от 200 граффити – несогласованных, неправильных и незаконных, законности которых будут говорить только под слоем серой краски. Например, граффити Станиславского, возможно, нарисуют заново после согласования и капитального ремонта здания. Но это не точно. Пишите ваше мнение по поводу всей этой ситуации в Москве. И не забывайте ставить пальцы вверх, помогая продвижению этого видео. Всем огромное спасибо за внимание. Увидимся в следующих роликах. Всем удачи и пока! Столичные коммунальщики закрашивают уличные граффити. Активно работают в центре. Там замазать надо 180 рисунков. Их уже нет рядом с винзаводом. Пропал портрет Виктора Тихонова, советского хоккеиста и тренера. Его нарисовали фанаты на кассах хоккейного дворца. А еще закрасили космонавта на Новокосинском улице. Кому это помешало? Ну здесь, ладно, смотри, хотя бы белой краской закрасили. А вот в июле столичное правительство утвердило правила, по которым можно рисовать граффити. Их нужно, правда, только согласовать. Сначала в семи городских ведомствах. Извини, Ваш, я просто хотел обратить внимание на этот кадр. Ну очевидно же, что стало намного лучше, намного красивее. Намного более правдоподобно отражает и реальность, и лето прошедшее. Да, теперь Россия это не только страна заборов, но страна и черных заборов. Не допускается призыва к насилию, жестокости, если верить правилам. Там не должно быть оскорбительных подписей. И запрещено рисовать табак, наркотики, взрывчатку и детей в опасных ситуациях. Вот я что-то не пойму, а на этих всех, которые закрасили, были дети в опасной ситуации, наркотики, призывы к чему-то? Ну конечно, если что-то цветное, значит это наркотики. Ну а неужели бы здравомыслящий, нормальный россиянин стал бы что-то цветное и яркое рисовать? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!